Недовольство всех полутора чернёвских грузов, я имею ввиду, только недовольство крыльевных грузов, легко объясняется словами чернёвских грузов. В данный момент созданы все условия для того, чтобы таможенные грузы можно было расставаться прямо на границе. И услуги брокера для этого не нужны. Как без брокеров? Как без топ-терминал-центра? Бизнес Черниговский же вымрет. Без 600 тысяч гривен в месяц, которые приносил топ-терминал-центр, Константин Иванов ничего толкового губернатору Куличу на общественных началах посоветовать не сможет. Губернатору Куличу, представителю так ненавидимых Константином Ивановым, бывших регионалов. Два дня назад в Севске сейчас собрались жители Нажебинского недовольные топ-терминал. Был митинг предпринимателей, которые как раз и требовали возобновления работы топ-терминал-центра. Мы собрались здесь, говорил один из участников митинга, чтобы потребовать запустить работу нашего Черниговского терминала. Во-первых, не терминала, а топ-терминал-центр, а это уже большая разница. А во-вторых, какой же он наш? Если посмотреть список его основателей, то меня там нет. И вас тоже нет. Ну, если, конечно, вы не Константин Иванов. И остальных 300 тысяч черниговцев, в том числе вот этих вот людей, там тоже нет. Наш говорит. Он тех, кто из ничего в месяц 600 тысяч гривен зарабатывает. Вот они могут говорить. Мы за открытие нашего Черниговского терминала. Видимо потому, что после закрытия терминала Черниговский бизнес задыхается. Все митингующие предприниматели были с кислыми лицами. Никакой реакции на выступления организаторов не проявляли. И были все с одинаковыми табличками, на которых одинаковым шрифтом. Я бы назвал его Айванов Кэйджи Би. Было написано стандартные лозунги. Типа ни коррупции, так никого-то в тюрьму. Среди организаторов, а выступали, повторюсь, на митинге только организаторы. Несколько человек. Так вот, среди них даже было два борца с коррупцией. Одну из них, женщины. Которая как-то наскоком пыталась отобраться от Чернигового в Верховную Раду. А сейчас, похоже, будет пытаться сделать это во второй раз. А уже два этих факта говорят об истинности ее коррупционно-борческих мотивов. Так вот, ее назвали подругой Надежды Сарченко. И Анечка. Аня начинально повернулась с Донецка, Рословской области. Она издала на суд Донади Сарченко. То есть, понимаете, это не просто борец с коррупцией, а она еще и подруга Надежды Сарченко. И это уже, если возьмется, это в мигом сейчас всех тут иллюстрирует, где коррупционизирует. Ребята, борцы с коррупцией на митингах не выступают. Борцы с коррупцией гуглят, делают запросы, перелопащивают кучу документов и делают выводы. А те, кто выступают на митингах, у тех цель обычно одна – конвертировать эти выступления в мандат депутата какого-нибудь уровня. Прошло. Интересно, что сейчас протестующие предприниматели называют начальника Черниговской таможни коррупционером. Ну, естественно, коррупционер. Как может быть в Украине начальник таможни и не коррупционер? Но вопрос-то в том, что с этим самым коррупционером, пока ТОВ терминал-центр функционировал, эти вот недовольные полтора предпринимателя активно сотрудничали. А теперь коррупционер. Как же похоже на почерк Владислава Атрошенко, который с компаниями, с коммунальными предприятиями обманывал городской бюджет, А сейчас он называет их ОПГ.